Всем доброго времени суток, мои дорогие телерадио и видеослушатели. Снова с вами я, Игорь Шеститко. И сегодня у меня повторение того, что называется Azure Arc Summit, но только на русском. Напомню, что Azure Arc Summit, посвященный технологиям Azure Arc, проходил в Дубае. И я там делал презентацию. Ну, поскольку вы не любите английский язык, да, то, соответственно, я решил повторить это все и на русском. И самое интересное, что, может быть, вы смотрите его даже раньше, чем будет опубликовано официальное видео по Arc Summit. В любом случае, напомню немного о себе. Меня зовут Игорь Шеститко. А, это все, поехало. Неважно, да. Я Microsoft MVP. Вы можете связаться со мной по вот этому вот адресу, если хотите, имейлу поговорить о работе проекта и тому подобное. Приглашаю добавляться на LinkedIn. И, конечно же, у меня есть большой YouTube-канал, на котором вы, собственно говоря, это видео и смотрите, скорее всего. И, соответственно, подписывайтесь, ставьте лайки, шарьте это видео и какие-то другие видео. Ну, а, да, живу и работаю я в Дубае, в Этисалате. Такая есть компания. Я являюсь сеньором-менеджером по Azure Cloud Infrastructure. Значит, здесь это просто презентация с Arc Summit, да. Здесь, собственно говоря, то, что, какие были доклады. И напомню, что мы говорим про то, что называется Azure Arc для серверов. Что такое Azure Arc для серверов? Это очень и очень такая замечательная опция, фишка Azure. Это значит, что вы можете взять свой on-premise сервер, то есть сервер, находящийся где-то у вас локально, и подключить его к Azure с целью правильно делать несколько прикольных вещей. Во-первых, это позволяет вам управлять апдейт-менеджментом и Azure Automation. Да, именно так. То есть фактически вы через Azure можете управлять апдейтами на машине, заставлять ее работать, заставлять ее обновляться. Вы можете проводить также вещи, связанные с тем, что называется Azure Automation Change Tracking и Inventory, инвентаризация. То есть фактически система будет показывать, что, где, когда у вас где поменялось. Плюс будет показывать инвентаризацию, даже собирать данные о файлах и копировать эти файлы, если вам это требуется. Да, такая вещь тоже есть. И, собственно говоря, основные вещи, связанные с работой, это мониторинг. То есть фактически Azure Arc это отличное средство для централизованного мониторинга всех ваших машин. Напомню, что сама машина продолжает работать у вас в облаке, в он-премисе, в облаке, только и данные ее мониторинга, только управляющие модули и тому подобное. Плюс вы можете назначать политики Azure по безопасности. Только стоит помнить о том, что это назначается только в режиме чтения, да, то есть аудита, но никак не в режиме изменения. То есть в оригинале Azure Policy могут также обеспечивать безопасность применения различных вещей, закрутки гаек для различных объектов. Ну и плюс, опять же, можно подключить к Azure Security Center или Sentinel для того, чтобы еще более эффективно собирать все эти данные и работать с ними. Вот. Второй момент, да, каким образом можно добавить машину в Azure? В Azure машину, в Azure Arc, да, можете добавить сервер через Azure портал. Собственно говоря, самая простая штука. Вы заходите на Azure портал, выбираете ресурсную группу, говорите, где вы хотите добавить машину, в какой ресурсной группе, да, выбираете сервер с арк, да, то есть и, соответственно, вам Azure портал после того, как вы введете все требуемые параметры, сгенерирует скрипт, который вы должны запустить локально на машине. Скрипт потребует от вас прав на доступ к кожуру, и вы должны их подтвердить, то есть ввести специальный код, и дальше вы сможете работать. Второй момент, то же самое можно сделать через Windows Admin Center. Про Windows Admin Center мы еще поговорим. Это очень и очень интересная фишка. Я раньше о ней рассказывал. Поговорим еще раз уже с точки зрения Azure, потому что Microsoft скоро выпустит Windows Admin Center непосредственно в Azure. Ну и второй момент, да, это все ручные операции. А напомню, что есть еще не ручные операции. Это автоматически, то есть если вам нужно добавить толпу машин в ажур, или же у вас машины автоматически клонируются, да, скейлсет машин, которые должны добавляться, удаляться и тому подобное, но хочется, чтобы они были в арке и мониторились, и работали. В этом случае, в этом случае, да, то есть как бы вам нужно настроить автоматическое добавление при помощи того, что называется Service Principle. То есть Service Principle – это учетная запись, которая создается в Tenant, приложение. Вы получаете ID, я еще покажу, где, что и как. Вы получаете ID этого, этой учетной записи, и дальше в скрипте, в скрипте, харт-кодом, или если это делается более автоматически через Azure Key Vault, да, то есть добавляя, берете этот ключ, пароль, подключаетесь, и система не требует в этом случае, в отличие от скрипта, тот же, да, только вам не нужно вводить креденшалы ручками. То же самое можно сделать через Desire State Configuration, то есть можно на все машины раздавать через Desire State Configuration, если у вас в организации настроено тот же скрипт с теми же Service Principle и работать. И можно просто в автоматическом режиме через обычную команду PowerShell выполнять аналогичные процессы подключения, то есть подключаемся к каждой машине, либо делаем через удаленную сессию, устанавливаем сессию к удаленным машинам у вас в дата-центре, запускаем команду, в эту команду передаем Service Principle, работает. Я покажу, да, это все очень хорошо описано в документации по Azure Arc. В любом случае, опять же, идея основная – принести данные с вашей машины в ажур, для того, чтобы вы видели все централизованно и не заморачивались с развертыванием решения в он-премис для мониторинга и управления. Поддержка, да, поддерживается, как вы понимаете, все, что касается операционных систем Windows, начиная с 2008 R2, 2012 или другие версии, включая Server Core. Nano не поддерживается, так что, к сожалению, с Nano будет здесь не все так просто. Второй момент – Linux, да, Ubuntu, как показывает опыт, глючный, да, CentOS Linux 7, который уже вышел из эксплуатации, но он поддерживается. Suse Linux, да, Sleos 15, Red Hat 7 и, обратите внимание, Amazon Linux 2, то есть вы можете машины амазоновские на Linux 2 добавить в ажур и мониторить их, то есть это поэтому это получается не просто он-премис, но и мультиклауд решение. Печально в том, что вы не можете использовать, например, Azure Arc для того, чтобы подключить машины Azure в другой подписке, да, к вашей подписке для мониторинга. Но для этого есть, опять же, вариант, который называется Lighthouse, где вы можете делегировать полномочия и начать работать. Далее, клиентские сети. Клиентские сети должны быть открыты на исходящие подключения к вот этому списку адресов, да, FQDN, must have, со звездочками и так далее. Если ваши фаерволы on-premise или на самой машине блокируют такие подключения, пожалуйста, разблокируйте, иначе агенты не смогут работать, да. То есть, еще раз, агент устанавливается на машину теми методами, которыми мы говорили, и дальше начинает передавать данные или принимать от… Ну, он не принимает, он на самом деле из очереди берет, если есть команда, из очереди берет следующую команду и исполняет ее, да. То есть, как бы не сможет работать нормально. Плюс надо помнить о том, что когда вы добавляете машину в ARC-машину, да, в вашу подписку, у вас должны быть права на подписку, и в этой подписке или кто-то заранее должен зарегистрировать два ресурсных провайдера. Это Microsoft Hybrid Compute и Microsoft Guest Configuration. Must have. В принципе, если вы делаете добавление через портал, вы можете это сделать ручечками или же… Давайте зайдем с другой стороны. Или же, напомню, кто не в курсе, вот здесь вот. Надеюсь, это будет та подписка. Вот здесь вот у вас есть ресурсные провайдеры. И вы можете зарегистрировать соответствующий… Где моя подписка? Ресурсный провайдер. Вы можете зарегистрировать любой из компонентов, которые требуются. То есть, например, если нам требуется Hybrid Compute, в поиске пишем… Да, Hybrid Compute. Вот вы видите, он зарегистрирован. И Guest Configuration. Guest Configuration. Guest Configuration. Он зарегистрирован. То есть, Hybrid Data потребуется, например, если вы собираетесь работать с SQL-сервером и тому подобное для работы. То есть, Hybrid Network. Например, хотите зарегистрировать, запускаем регистр здесь. Процесс должен начать идти. Вот, пошел. И второй, например, Hybrid Network. Запускаем, ждем, когда он зарегистрируется. Такие вот процессы мы можем производить перед тем, как, собственно, выполнять операции. Ну, а теперь самое главное. Давайте возьмем, добавим какую-то машину в нашу подписку. В наш ARC ресурсную группу. Вот вы видите ресурсную группу. Здесь для дальнейших демо я уже создал и Automation Account для того, чтобы показывать вам работу чек-ченч-менеджмента, инвентаризации, для того, чтобы показывать управление обновлениями. Также я зарегистрировал новый... Где он мой? Log Analytics Workspace. Для того, чтобы сюда отправлялись данные. Но мы это все еще посмотрим. То есть, по умолчанию, это может быть просто пустая ресурсная группа, куда мы добавляем новую машину Azure Arc. И вот вы видите сервер Azure Arc, SQL Server Azure Arc и кубернеты. Мы пойдем с серверов создать. Обратите внимание, первая часть, это, собственно говоря, интерактивный скрипт. Вторая часть, это вот то, о чем я говорил, через сервис Principle. И здесь можно посмотреть, каким образом это все работает. То есть, первый шаг. Вы создаете необходимый сервис Principle. Вы получаете его параметры в виде переменной SP. Вы получаете его пароль для того, чтобы посмотреть, что происходит, где происходит и так далее, для дальнейшей работы. И использования его в коде. Ну и сам код, когда добавляем, вот обратите внимание, то есть, это функция даунлоада клиента, это исполнение установки клиента. И дальше нам нужно на этом, вызов этого клиента зарегистрироваться в CC теме. Вот он, сервис Principle ID. Вот наш сервис Principle ID. Вот наш сервис Principle password, который будет сохранен в secret. Ну и вот тут, как получить этот secret. Credentials get credentials password. Он вам покажет. Либо же используйте для создания секрета командочку az. Я не знаю, почему Microsoft не приводит. Ну и дальше tenant ID, куда добавлять. Это все прописано сейчас в скрипте. Будет прописано, да. Давайте посмотрим. И мы сейчас генерируем скрипт. Он на первом шаге говорит о том, что у вас все это должно открыто. Собственно говоря, повторяется то, о чем я вам рассказал. Выбираем ресурсы. Выбираем, где будет помещен объект арка. То есть не путать с тем, что называется, самими данными. То есть данные у вас остаются на машине. Вы работаете с этой штукой просто как с объектом. Если у вас машины работают через прокси, не забудьте указать. Скрипт добавит соответствующие вещи в прокси. Data Center Home City Dubai Region UI. Download the script. Вот наш скрипт. Собственно говоря, можете посмотреть. Здесь определяется функция, которая делает только одну команду. Invoke URI для того, чтобы загрузить необходимый текущий код агента. Вызывается эта функция. Как только она закончила и все у нас хорошо, выполняется установка старт-процесс. Как вы видите, установка MSI. И далее уже происходит регистрация. Во время этой регистрации, поскольку мы здесь сервис принципа не указывали, система попросит нас интерактивно залогиниться и работать. Ну и давайте посмотрим, как это будет выглядеть. У меня есть тут свеженькая машинка. Она. Arc Administrator. Она еще не была добавлена. Вот она. И здесь нам предстоит выполнить простую операцию. А именно нам надо запустить скрипт, который мы скопировали. PowerShell.esee. Не обязательно иметь права администратора на то, чтобы выполнить эту команду по добавлению в ажур. Вам нужно иметь права на добавление объектов в ажур. Ну, в данном случае все хорошо. Поехали, да? Вот вы видите, весь процесс идет достаточно быстро. Сейчас она скопирует файлики. Запустит клиента. Не будем ей мешать. Это действительно буквально пару минут, а то и меньше. Ждем. Ага, вот. Все. Пошла уже установка и логин. Вот, собственно говоря, строка, которая требует логина. Нам нужно сделать две вещи. Нам нужно пойти на вот эту страничку, чтобы подтвердить, что этот запрос от клиента, от сервиса правильный. Взять вот этот вот код, чтобы указать, естественно, какой запрос. А после чего использовать мои креденшиал. И пароль. Все. Мы можем закрыть эту страницу. Аутентификация прошла. Сейчас агент, он пингает, да? Очередь на подтверждение. Вот сейчас он получит свой законный тикет. Вот он получил его. И процесс анбординга завершен. Мы добавляли машину, которая сама по себе у нас называется сервер 2. Вот она, 44. Все правильно. Мы теперь можем вернуться. То есть все. Больше никаких операций нет. В принципе, как я уже сказал, этот скрипт достаточно универсальный. Ресурсная группа. Что вы добавляете? Тут даже имени объекта нет, потому что имя берется с имени машины. Возвращаемся назад. У нас было раз, два, сервер один, сервер три. Делаем рефреш. И вот мы видим, что сервер 2 появился в системе. Можно посмотреть, что, где и как. В настоящий момент он ничего не делает, поскольку это только объект. И нам нужно, соответственно, сконфигурировать ему и вопросы сбора данных. Вот вы видите Insight или Azure Monitor for Virtual Machines. Вот вы видите Security. Опять же, надо добавить в Security Center. Вы видите политики, которые не работают, поскольку данные не собираются. Никаких политик не добавлено еще. Update Management, Inventory и Change Tracking. Давайте перейдем ко второй части. Как вы видели, процесс добавления машины прост. С другой стороны, через портал еще проще. Через Service Principle. Идея понятна. Создание Service Principle. Здесь, конечно, мудренно. Но, в принципе, как я уже сказал, через AZ. Командочку AZ. Есть у него ключ для добавления. То есть это можно выполнить еще быстрее. Для работы с Desire State Configuration. Что это имеется в виду? Имеется в виду, что у вас где-то в инфраструктуре On-Premise развернуты сервисы Desire State Configuration, которые пушат на клиента соответствующие скрипты. То есть вы таким же образом предыдущий скрипт просто отправляете на клиента. Вот вы видите, что вы должны установить. Ну и через PowerShell. Установка модуля PowerShell на машину. И дальше вот вы видите Connect as a Machine, который должен быть выполнен. Либо же, как вы видите, обратите внимание, интересная операция. Удаленная установка. Если PowerShell Remoting разрешен, мы устанавливаем новую сессию, подключаемся к этой машине, указываем регион, куда добавить, и подключаемся к системе. Вот вы видите, опять же, вариант такой работы. То есть вот таким вот образом, например, сессии будут установлены с тремя машинами, и на всех трех машинах будет выполнена эта команда для джойнинга этой машины в доме. Далее нам, как я уже говорил, нужно сконфигурировать самое интересное. Зачем? То есть это и Azure Monitor для виртуальных машин, и Update Management, и Change Tracking, и Inventory. Azure Monitor, вот он, Virtual Machine Insights. Мы можем установить теперь агента. Агент у нас вот, экстеншены, как вы видите, никаких экстеншенов сейчас не присутствует, но если мы нажмем Enabling, он у нас запрашивает, в какую workspace, в какой workspace лох-аналитики мы будем записывать. Вот у меня создана, помните, я говорил, что у меня есть лох-аналитика. То есть сюда будут сливаться все данные с агента, и дальше мы сможем анализировать работу. То есть пошел процесс, он занимает примерно 15 минут. Чтобы вы не скучали, мы сейчас пойдем в ресурсную группу и посмотрим, что имеется с другими машинами. Например, у меня есть ArcServer 3. В ArcServer 3 включено все, за исключением Security, потому что, да, так получилось. Экстеншены. Вот вы видите соответствующие экстеншены. Вот вы видите соответствующие политики, которые проверяется машина. Помните, что это политики Ажура. Ажур рассматривает эту машину как объект, а не как операционную систему. Для локальных машин, он-премис машин, вам нужно проверять, чтобы эти политики соответствовали требуемым параметрам именно работы с он-премис машинами. И далее начинается самое интересное. Инсайты. Инсайты у нас уже работают здесь. И вот вы видите все инсайты, о которых говорили большевики. Здесь вы видите, какие машины сейчас имеют коммуникации с данным сервером. 174-я машина, с которой я работаю. 142-я машина, это скорее всего домен-контроллер. 149-я, еще кто-то подцепился. Сколько процессов работает и куда они подключены. И, собственно говоря, какие из процессов подключены к каким внешним ресурсам. Какие из них безопасны, какие из них небезопасны и тому подобное. Это то, что собирает агент в реальном времени, сбрасывает сюда. И что вы можете, например, посмотреть в виде Connection Overview. Для того, чтобы получить соответствующий список доступа. Вот можно увидеть, какие сервисы. Собственно говоря, GCX-сервис. Это и есть наш сервис агентов. Можно посмотреть, сколько данных он за последние сутки передал. Это сколько? Total Bytes Send. Он передал примерно 200 килобайт. 200 килобайт данных всего-навсего. Следующий процесс Health. Ага, Health, все правильно. Health передал 800 килобайт. Вот поток данных и так далее. Что, где, как работает, откуда подключается и тому подобное. Это все здесь. Выбор сервиса показывает вам его дополнительные сетевые моменты. Просто, легко и интересно. Плюс параллельно вы можете выполнять перформанс-мониторинг. Рассматривать, что, где и как происходит с перформансом. Вот в таком вот виде. Но это только базовое определение того, что называется инсайтами. То есть это просто выбранный workbook. Вы ее можете поменять. Вы ее можете настроить. То есть вот сконфигурировать. Отредактировать, что, где, как вы хотите показывать и тому подобное. Это один момент. Другой момент у вас есть, собственно говоря, логи. То есть данные, которые собираются машиной, могут быть интерпретированы и тому подобное. Вы здесь видите таблицы, которые, собственно говоря, формируют агент, отправляя данные. И вы можете писать относительно этих таблиц различные запросы. Например, вот такой вот запрос показывает мне CPU или Memory. То есть вы видите сейчас доступную память на машине в течение 24 часов. То есть здесь вы видите, что я использую табличку InsideMetrics. Время 24 часа. Берем с InsideMetrics, я сейчас объясню это, namespace процессоры и счетчик-утилизацию. Суммируем их поминутно. Можем, например, суммировать не поминутно, а каждые 15 минут для того, чтобы получить некий усредненный параметр. Ну или хотя бы 5 минут. Давайте 5 минут. И обычный Join с такой же таблицей. Только теперь мы выбираем из нее Memory и доступную память. И берем текущее значение. Опять же, да. Время с шагом 5 минут. То есть усредняем. И не надо писать сложные процедуры. И ресурс ID. Это, собственно говоря, ID ресурса. Зачем он нам нужен? Потому что мы формируем потом в данном случае запрос по Time Generated. И ресурс ID сопоставляем. И смотрим, где что и как у нас получилось. Давайте только вот тут вот напишем Desk по убыванию. Исполняем. Ну вот усредненный выглядит немного лучше. Или красивее, или понятнее. По 5 минут. Вот прыжки памяти, заняли память. Что-то освободилось, что-то не освободилось. Результаты можно увидеть здесь. Но здесь вы видите только результаты этой выборки. А в реальности же, если вы воспользуетесь вот такой простой комбинацией, как покажи мне данные из таблицы. Оно покажет вам первые 10 данных. Уберем первые 10 данных. И вы сможете посмотреть по namespace, например, компьютер Heartbeat. Живой он или не живой и тому подобное. И далее, далее, далее. Причем хочу обратить внимание, что некоторые данные, например, тех, что вы какой диск используете и так далее, помещены вот в такие вот рамки. Это на самом деле очень просто в рамке, в JSON. Это очень просто лечится. Типа extend data равно parse JSON. И мы берем табличку text. И внутри этой даты мы дальше можем extend, например, drive name равняется data. И внутри этой даты у нас есть поле mount id. И что мы видим? Мы видим дату, которая была очищена. Ну, в принципе, она и так была очищена. И, во-вторых, мы, обращаясь по вот этому тегу, получаем имя. Если мы, например, хотим работать с CPU, то мы можем, например, это диск. Это диск. А вот здесь вот количество, например, CPU, которое мы хотим получить. Или что? Как вы видите, например, свободная память идет вот таким вот образом. Например, свободное место на диске. Drive C. И свободное место. То есть, read, write и тому подобное. Вот. А, это общее место. Sorry, не свободное место. Это общее. Если нам нужно получить общее место. Extend. Drive. Space. Диск. Упс. Вот так вот. То есть, понятно. Если парсинг вложенный, то вы делаете это раз, два, три, четыре. Ну, вот, пожалуйста, результаты таких вот выборок. То есть, типа, диск C. Free Space такой-то. Это просто диск C, поскольку мы здесь считаем терабайты и тому подобное. И далее уже, например, мы можем работать с этими данными. Как менялось свободное место и так далее. Суммировать их. Изменять их. Whatever. Понятно, да? Еще один интересный момент, связанный. То есть, это такой краткий курс будет еще и работы с данными. Например, то, что называется важной вещью, это вот connection. То, что вы видите в виде красивой диаграммы, в реальности из себя представляет вот такой вот интересный массив данных. Где вы можете узнать, какой процесс, откуда, куда, с каких IP, по каким портам, сколько данных, сколько было отправлено, сколько получено. А сколько, тут, кстати, не все данные показываются. А если вы развернете вот так вот, то вы увидите все данные. И можно увидеть, например, опять же, очень полезную вещь, такую, как response time maximum. То есть, это время, то есть, не сумма, потому что, видите, тут количество обращений было одно, а количество вещей, да, то есть, типа, максимум. То есть, таким образом, очень хорошо ловится, например, анализ работы всяких инжинксов и тому подобное в тех же Linux машинах, для того, чтобы понимать, почему оно там внутри тупит, почему оно показывает тайм-аут, при каких нагрузках, какой эрор, как всплывает. Это все вот-вот отсюда, да. Можете анализировать, можете работать, можете смотреть, что происходит. Например, опять же, summarize, что нам интересно, data, да, summarize, не, не так, давайте вот так. Нам нужно inbound, outbound сначала разделить, extend, чтобы красивый же график был, out, out равняется, чему он у нас будет равняться, он будет равняться кейс, теперь нам, кейс это, ну, типа, если, да, теперь нам условие, если direction равно outbound, тогда у нас что, тогда у нас значение будет descent bytes, bytes sent bytes, которые мы отправили, иначе 0. Второй момент, да, то же самое, только в случае inbound, нам нужно, хотя, подождите, чего мы мучаемся, у нас же send bytes и received, все правильно, это в случае, если мы делаем с машиной отдельно, да, здесь мы можем, итак, summarize, здесь у нас будет out, some send bytes and in равняется сумма bytes receive понятно, да, и далее, by, by, bin, как обычно, time generated, почему бы и нет, с частотой, допустим, пять минут, и это все должно быть разбито по машине, ресурс ID, или по компьютеру есть и компьютерный, компьютер, давайте, чтобы удобнее было показывать, по компьютеру, по direction, по, нет, давайте сначала direction, потом компьютер, direction, компьютер, процесс, процесс, процесс name, и какие процессы шлют эти данные, то есть мы получим ту ту же, тот же диаграмму, которая была, да, и теперь, опять же, order by time generated desk, и, не ну, и render time chart, то есть сейчас у нас будет две переменные out и in, где мы увидим сумму по пятиминутную, в зависимости разбитую по direction, то есть какие коммуникации, как, то есть фактически четыре будет получается, от какого компьютера и какого процесса, компьютер у нас один, поэтому нам легче, вот вы видите split by direction, да, мы можем сделать split by computer, мы можем сделать split by process, и агрегацию by process показать на average, ну, вот где-то так, то есть что мы имеем здесь, мы имеем здесь оркестратор на out отправляет количество данных до 500 килобайт, на in вот кто-то св хост получил данные и так далее, в любом случае это анализ, и еще раз, это анализ локальной машины, которая себе занимается работой, зачем это и нужно, то есть после этого скрипты, автоматизация и так далее, и тому подобное, таблички потом разберетесь, куда что и как смотреть, где брать changes, можно опять же смотреть вот здесь, а можно заниматься changing inventory, change tracking через таблички, а не просматривать в реальном времени, ну и мы пойдем на change tracking, вот вы видите, что менялось за последние 24 часа, можно посмотреть, что происходило за 7 дней, а здесь вы видите события, но это не события машины, а события Azure, когда объект менялся и так далее, относительно данного объекта, здесь вы видите, что менялось, что-то устанавливалось и прочее, 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 по каждому, скажем, такому варианту, мы можем, например, посмотреть, у меня включено режим работы с файлами, вот что, где и как собиралось с файлами, когда файлы менялись, сколько изменений было в файлах, можете посмотреть сейчас, например, я сейчас покажу это, это было настроено в виде сбора там админских паролей, и можно увидеть даже какие пароли были, когда добавлены, кто молодец, кто не молодец, и так далее, да, пожалуйста, наблюдайте, дата изменения, ну, это просто файл с паролями, да, то есть, типа, причем, как вы видите, забираются не только файлы паролей, но и десктопов и прочего, прочего, прочего. Инвентари, это то, что мы знаем о машине, где система собирает информацию о софте установленном, вот вы видите, собственно говоря, все апдейты, которые за неделю были установлены на эту машину, она собрала эту информацию, а также о самих агентах, которые установились. Сборка информации о файлах за последние 24 часа, ничего не собиралось, сервисы, которые работают, сколько запущенных, сколько остановленных, когда это все происходило, это вот здесь, да, причем все настройки, которые касаются работы, приходится вот на этот раздел, где вы можете добавить какие-то куски реестра для сборки, где вы можете добавить, что собирать в виде файлов и при этом не просто их собирать, но и загружать как контент. Я вижу файловский контент, потому что я его настроил здесь. Ну и сервисы система сканет каждые 2 минуты до 30 минут. Файлы она берет раз в час или даже реже, если они поменялись к этому времени. Таким вот образом мы обеспечиваем трекинг, но и это еще не все, поскольку мы еще можем здесь обеспечивать и апдейт менеджмент. Вот у нас апдейт менеджмент, где есть определенные политики, где есть определенные дефинишны, где есть расписание, как оно устанавливается. Вот вы видите, какие типы апдейтов устанавливаются, может быть принудительно установленные апдейты, скрипты, которые до обновления и после обновления должны быть, maintenance windows, перегрузка машины, все это есть в настройках. Таким образом мы имеем машину, ее всю подноготную в ажуре, хотя сама машина находится вот 9.25. Только что установилось обновление, как вы видите. Вот буквально вот оно сейчас установилось, интересно обновить, а этот еще показывает, что не отрепортили. Но если не отрепортили, то окей. Вернемся назад к нашей машине. Как вы видите, логи уже появились. То есть, в принципе, мы можем теперь смотреть эти же логи, которые мы писали. Вот здесь вот, это вторая машина. Вот сколько данных было отправлено, получено, по каким direction и прочее. Мы можем увидеть inside машины. Опять же, количество клиентов, процессов, куда сама машина ломится, ее перформанс. Начался вот только сборка. Работает отлично. Теперь вернемся дальше к policy, которая должна быть назначена, поскольку мы ее еще не добавили. Update Management. И вот здесь вы видите, что оно пустое и говорит, идите в Update Management и там справляйтесь. Что мы сейчас и сделаем. То есть, Update Management, Change Management и Tracking, да, и Inventory находятся у нас в Azure Automation Accounting. И вот первая часть, это Update Management. Что мы здесь видим? Мы видим машину 1, мы видим машину 3, но мы не видим машину 2. То есть, машина 1 была добавлена, да, машина была добавлена для того, чтобы добавить менеджмент машины, мы смотрим здесь. Единственная печалька, что процесс добавления может занимать там 15-20 минут. То есть, машина уже начала репортить, но она еще не появилась во всех процессах, так что придется подождать. Вы видите уже добавленные 2 машины. Change Tracking. Опять же, Management. И здесь можно увидеть, что машин пока нет. Как только мы добавили машину в Update Management, в принципе, она появляется и в Change Management, и в Inventory, или наоборот. И вот вы видите весь Inventory. То есть, теперь уже показывает не только информацию о одной машине, потому что мы смотрели со стороны машины, а обо всех машинах, которые здесь есть. Вы видите и события, которые имели место. То есть, пока мы писали это видео, да, мы зарегистрировали 2 блока, плюс зарегистрировали сервер вот такой вот. Это, соответственно, такой вот процесс работы. Теперь нам осталось только дождаться того, что вторая машина отрепортится и появится в списках, доступных к управлению машин. После чего мы запросто сможем эту машину также добавить в Update Management. Ну, можно еще раз проверить. Обычно здесь появляются, у вас есть машины новые, пожалуйста, добавьте их сюда. Вы также видите ошибки и видите Linux машину. К сожалению, с Linux это в данном случае Ubuntu 20, не все так гладко. Например, Ubuntu установила часть систем по работе с репортингом. Установила часть систем по работе с Update Management, но упорно отказывается присылать полный репортинг. Например, репортинг выглядит так, то есть мы не видим сетевых процессов. Хотя процессы перформанса мы можем здесь увидеть, так же, как и поработать с логами. То есть, например, то, что мы тут с вами делали. Где оно у нас? Вот, допустим, статистика памяти или статистика работы. Можно сравнить график за последние 24 часа с тем, что показывают инсайты. Кастом. Четырнадцатое. Четырнадцатое. Девять. А. The end time must be. А, ну да. К сожалению, да. К сожалению, посмотреть это же один час только в этом самом вот 24 часа здесь в статистике сети. Вот можно сравнить, да. Обратите внимание, здесь просто показывается и средний, и 10%, и 5% памяти. Но, в любом случае, если мы вернемся к вот этому графику. Угу. И посмотрим memory. По-моему, очень даже релевантно, да. Вот всплески тут видны. Ну, в зависимости от того, как считать, поскольку я беру среднее значение за 5 минут. А здесь берется среднее значение за, я думаю, 15 минут. Да, вот, 15 минут. Так что, в принципе, графики те же, как я уже говорил, работать можно. Единственное, что, еще раз, все нюансы, связанные с работой Linux, это больше вопросы к Linux, да. То есть, упавшие сборки и тому подобное. Я не стал сильно заморачиваться. И, в общем-то, здесь мы не видим сейчас ни Inventory, которая говорит, что почему-то не подключилась. Хотя оно добавлено туда и с точки зрения, например, если рассматривать структуру апдейт менеджмента, да, то можно увидеть, что машина добавилась. Вот она, да. Но она так и не проинвентаризировалась. Поэтому 70 ошибок в процессе работы всплыло. Или 60, сколько там? 60 ошибок. Это все ошибки как раз операций, которые система пытается выполнить на машине с Ubuntu. Просто, да. Ждем, немножечко подождем еще добавление. Нашей дорогой и любимой машины в списке обновлений. Есть. Пока еще нет. Manage Machine. Пока еще нет. Еще не добавилось. А мы вернемся к той части, которая не была рассмотрена на Summit. Это еще и SQL Server. SQL Server и добавление сервера в SQL в работу. Create. В принципе, тоже, кроме одного нюанса. Это Windows машина. Обратите внимание, что я добавляю SQL Server. Теги здесь они почему-то не просят. И скрипт, в принципе, отличается только некоторыми нюансами, связанными с работой самого скрипта. То есть, предлагают проверить, outbound, addScale registration. Все то же самое. Давайте посмотрим. Берем машинку. Она у меня, по-моему, 42. Ты сиквел? Ты сиквел? Или кто? Да, это сиквел. Это сиквел. Мы сюда вставляем скрипт. Скрипт, как вы видите, начало обычное, а дальше начинаются многообещающие, скажем так, процедуры работы, поскольку это все будет лезть в SQL Server, регистрировать SQL Server и прочие-прочие-прочие-прочие вещи. Проверять его, как вы видите, ну и тому подобное. Ну, запустим. А что остается делать? Нам остается только запустить наш скрипт. Опять же, происходит инсталляция всех требуемых модулей. И дальше пойдем... Упс, зря переключился. Это, как вы видите... О, а теперь что? Какая прелесть. Пэккедж. Nuget не установлен. Ладно, сейчас установим Nuget и продолжим с этой точки. Да, а вот это уже обидно. Рассказываешь, рассказываешь, хочешь показать. И тут сломалось что-то у Microsoft. Причем, то есть вот команда, которая должна быть выполнится, да, для того, чтобы запустился скрипт, нужно установить Nuget, который скачает, бла-бла-бла, на сервер. И, как вы видите, сама команда ссылается на соответствующие, да, то есть как бы install.me module, ссылается на соответствующие powershell-овские вещи, для того, чтобы это все подгрузить и прочее, прочее, прочее. И эти вещи просто не работают. То есть вот она, вот она ошибка, которую мы, в принципе, и видим. А поэтому, к сожалению, с SQL-сервером до Microsoft-овский сайт возвращает вот такое. До восстановления не получится. Но, с другой стороны, и так уже много наговорили. Еще раз напомню, что это был ARC-сервер. Еще раз напомню, что не забывайте подписываться на канал. Добавляйтесь в контакты в LinkedIn, кому нужна техническая именно информация. Вот у меня здесь вот LinkedIn-овские данные. Вот у меня YouTube-овский канал. Кроме того, у меня, кто еще не столько глубоко знает Azure, есть экзамен AZ-900. Смотрите эту серию и смотрите Windows-сервер-overview. Там сейчас идут в основном ажуровские вот такие вот доклады, подобные тому, что вы сейчас смотрите. Так что, линки внизу в описании к видео, всплывающих аннотация, в конце видео сейчас пойдут. Так что, большое спасибо, что зашли. Подписывайтесь, ставьте лайки. Ну и смотрите, конечно же, другие видео. С вами был я, Игорь Шаститко. И всем удачи, счастливо, пока, увидимся.